13-14 века знаменовались трагическими событиями для предков осетин, когда Аланское государство было уничтожено войсками Тамерлана. Оставшиеся в живых бежали и укрывались в труднодоступных горных ущельях. Именно тогда появилась женщина, которая стала собирать осиротевших детей, усаженных деревень и развалин домов. Вместе с детьми она ушла в горы и укрылась в пещере недалеко от селения Задолеск. Для всех этих детей она стала Нана, что в переводе с осетинского языка означает «мама». Жители селения Задолеск, узнав о том, что одна женщина живет высоко в горах с детьми, решили ей помочь и построили в центре села дом. Теперь на месте этого дома есть музей и святилище Задолески-Нана. Память об этой женщине и теперь живет в Осетии. А сама Задолескина-Нана стала символом спасительницы осетинского народа. Это одна из тысяч легенд, которые бережно хранит осетинский народ. Я, Луиза Цабиева, гид-экскурсовод, приглашаю вас в уникальное, удивительное путешествие по горной Осетии. Кроме сказаний, легенд и преданий, которые вам смогут рассказать в горной Осетии, здесь еще вы сможете отправиться по тропам, известным только горцам. Вы окунетесь и соприкоснетесь с удивительной красотой природы горной Осетии Алании. Отправитесь со мной вместе в горно-пешеходный поход, кстати, разной категории сложности для всех возрастов и разной физической подготовки. Вместе со мной вы увидите самый высокий водопад Европы, цветущие луга, высокогорные озера и болота, крупнейшие ледники Кавказа. Вы подниметесь на вершину гор, откуда будете наблюдать панорамы Большого Кавказского хребта. И помните, путешествовать можно круглый год. Ах да, чуть не забыла. Настоящие осетинские пироги вы можете попробовать только здесь. Но это уже совсем другая история.